как я начал рисовать рисовать я начал по сути дела выйдя только на пенсию это было это было пятьдесят девяносто шестой девяносто восьмой год вообще как бы всегда меня интересовала живопись но не приходилось мне смогу в это дело погрузиться и образования не было а выйдя на пенсию мог отдаться появилось время мог отдаться этому увлечению сначала я засел за мольберт много сделал с танковых работ а года через три-четыре подошел к стене но надо сказать что это вид направление в искусстве нет не такое уж новое в европе много городов с такими картинами на стенами прибалтика и вот и один художник мне подсказала почему бы не попробовать доборуски на стенах но я решил сделать чем чем настенная живопись мне кажется важны во первых ее видят гораздо больше людей то есть мой мои мои произведения видят мою работу видят гораздо больше людей чем если бы это были мои работы весели где-то у кого-то дома или даже на выставках месячишка пришли и все а здесь по сути дела каждый может это видеть и приезжие и гости и и сами жители чем важно это вот настенная живопись она дает возможность узнать историю потому что все моя работа они имеют они содержательны в отличие от граффити когда подростки рисуют орнаменты или там просто набор букв содержательное дает представление о каких-то событиях личностях воссоздает историю ну да в случае борского морской местности а сама по себе история важно для того чтобы знать где мы шли правильным путем где ошибались и этом дает возможность исключить ошибок знания знания ошибок прошлого дает возможность исключить их в будущем и вообще без памяти без памяти исторической нет народа практически темы репрессий именно в городском районе я начал заниматься 2000 ну короче говоря в нулевых годах и к 2004 году уже созрело набрался материал для того чтобы выйти с предложением об установлении памятника жертвам при политических репрессий я сделал доклад на районном собрании депутатов были вопросы разные может быть я недостаточно глубоко это изучил короче говоря приняли к сведению мэр одобрил и мы даже нашли место согласовали с архитектором место установки в пределах воинского мемориала так получилось что мэр попал в аварию а на его место пришел другой человек который почему-то категорически стал возражать препятствовать но что мне оставалось сделать все нормальные пути испробованы да я тогда опять подошел к стене и стал делать мемориалы просто настенные мемориалы портретами фамилиями в центре города делаю мемориал из двадцатью портретами расстрелянных боровчан тридцать седьмом тридцать восьмом году но в день окончания работы я работал десять дней день окончания в ночь сразу на другой день он был осквернен 20 портретов лица закрасили из баллончика фамилии тщательно замазали на портрете салженицы написали нецензурное слово и строгу как объяснить такое отношение много необъяснимых вещей есть нашим нашей жизни но вот здесь вот полная противоположность тому что провозглашается это что делается полная противоположность я сделал воровский такой крупный арт-объект под названием звездолёт где представил на старом заброшенном отстойнике бетонном я изобразил иллюминаторы а в иллюминаторах как бы пассажиров этого звездолёта и среди этих среди этих деятелей оказывается оказалось что многие прошли через гулаг ну салтовский побывал на лубянке в его следствие там слава богу отпустили его королёв генеральный конструктор ракетостроения был осужден на 10 лет побывал на колыме чижевский ученый в области гелиобиологии был осужден посидел 8 лет в Илдель-Лаге и в Караганда-Лаге астрофизик Козырев очень известный в свое время астрофизик тоже получил 10 лет за антисоветские какие-то рассказывания 10 лет норильского норильского лагеря норильского ага там же там же был повторно приговорен к расстрелу потом расстрел отменили короче говоря очень многие наши ученые деятели в области космонавтики в области освоения космоса прошли через гулаг нашим местным властям я написал огромными буквами без памяти нет народа они увидели в этом криминал и дав постоять некоторое время этому этому призыву или капаллозунгу закрасили почему то они боятся памяти память у нас конечно далеко не гладкая далеко жестокая память тем более столько наворочено ошибок что это их нужно изучать и изучать куда и что пошло и куда и что пойдет дальше если не будем знать опять будем повторять то же самое те же самые ошибки и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok